МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнар Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска о главных событиях. Травмоопасное футбольное поле, облысевшие беговые дорожки. Стадион Шахтинска сегодня находится в плачевном состоянии. На ремонт в бюджете денег нет. Строительство социально значимых объектов идет полным ходом. Исполняющий обязанности Ракима области Асулбек Дюсюбаев провел совещание с руководителями управлений и компаниями-подрядчиками. 6,5 лет с конфискации имущества получил известный в Балхаше Тамада Игорь Антонов. Суд признал его виновным в организации группового мошенничества. Стадион Шахтинска находится в плачевном состоянии. Покрытие облысело, усыпано мелкой травмоопасной крошкой. Но самое страшное на поле огромные дыры, которые во время игры становятся опасны для спортсменов. Асель Сазанбаева с подробностями. Капитальная реставрация Шахтинского стадиона была проведена в 2007 году. На поле обратили внимание после страшной аварии на шахте имени Ленина. На ремонт было выделено 20 миллионов тенге из областного бюджета. Еще 20 миллионов выделило предприятие Арселор Миттл Тимиртау. На стадионе установили трибуны с пластиковыми сидениями, положили искусственное покрытие на футбольное поле, восстановили освещение и многое другое. Стадион стал излюбленным местом отдыха. Здесь проводили праздники и массовые гулянии. Однако специалисты утверждали, что многие работы выполнены с технологическими нарушениями. За 10 лет активного использования дорожки и искусственное покрытие поля пришли в негодность. Вот посмотрите, под газоном бетон и больше ничего. Сплошные дыры на поле. Как тренироваться? Стоит отметить, что в 2008 году была принята региональная программа развития физкультуры и спорта. Для Шахтинска предусматривалось строительство типового физкультурно-оздоровительного комплекса. Предполагалось в очередной раз заключить меморандум с Арселором. Однако грянул кризис. О новом комплексе шахтинцам пришлось лишь мечтать. И единственным спортивным объектом остается стадион. Состояние стадиона оставляет желать лучшего. Сейчас тут часто проходят все городские мероприятия. И тренируется тут ежедневно. Около 50 человек. Мы уже и клеили, и самостоятельно латали. Но после дождя поле вновь превращается в рваный мокрый ковер. На носу кубок Акима города. Игрокам нужны постоянные тренировки. А на наше поле выпускать опасно. Микротравмы случаются частенько. Хорошо, что не было еще серьезных травм. С момента реконструкции на стадионе не проводили ни одного ремонта. Около года назад поменяли сидения. И на этом все. Ежегодно власти включают ремонт стадиона в дорожную карту занятости. Но результатов пока нет. На сегодняшний день имеются все расчеты. Готова сметная документация. Остается ждать лучших времен, говорит заместитель Акима. В силу интенсивной эксплуатации и по истечению около 10 лет стадион пришел в такое состояние. И мы признаем, что в данное время стадион находится в таком плачевном состоянии. Для восстановления нашего стадиона нужны крупные средства. Мы подготовили проектно-сметную документацию. Она сейчас у нас находится в работе. Недавно отчитывались перед сессией, вот тоже самое перед депутатами отчитывались. Об этом все знают в городе. Намерены, будучи со стороны, если государство будут какие-то хорошие программы, мы будем, конечно, обязательно предлагать свой проект для того, чтобы реализовать. Нужны большие деньги. К слову, парковая зона возле стадиона «Борыс» тоже не в лучшем состоянии. По примерным подсчетам на ремонт и благоустройство, необходимо более 500 миллионов тенге. Но, несмотря на все трудности, спортсмены не расслабляются, периодически пополняя копилку Шахтинска новыми наградами. Асель Сазымбаева, Жак Сулухнурта, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Качество новостроек на особом контроле исполняющего обязанности Акима области Салбека Дюсибаева. Сегодня он встретился с руководителями управления и застройщиками. Не обошлось и без разбора полетов. По информации чиновников, в текущем году в области начато строительство и реконструкция 37 социально значимых объектов. Это 5 школ, 2 детских садика, 28 объектов здравоохранения. Строительство в регионе идет полным ходом. В августе и октябре в Караганде и Садпаеве будут сданы два учебных заведения. Школа на 1200 мест на Юго-Востоке и на 600 в Садпаеве. В декабре в шахтерской столице откроется новая детская больница. Она будет рассчитана на 200 коек. Также в области уже работают новые семейно-врачебные амбулатории. Они были построены по программе «Дорожная карта занятости-2020». Ослабек Дюсибаев подчеркнул, что основная задача – это сроки и качество. Завершение строительства школы на 1200 мест в городе Караганде по договору предусматривалось в июле текущего года. Однако, в связи с неполным выделением средств из нас фонда, объекты принесены на октябрь-ноябрь текущего года. Кроме того, в текущем году в рамках программы «Дорожная карта» из Национального фонда выделено 600 миллионов тенге на завершение строительства школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест в городе Караганде. Всего на строительство объектов социального значения из бюджета выделено около 11 миллиардов тенге. За 7 месяцев текущего года в эксплуатацию введены порядка 180 тысяч квадратных метров жилья. По итогам совещания Слбек Дюсибаев поручил чиновникам строго следовать графику строительства. Кроме того, он отметил необходимость ротации ответственных должностных лиц, которые подписывают акты приема выполненных работ. Такая мера, по словам Дюсибаева, необходима для снижения коррупционных рисков. Также чиновники должны провести семинары на местах и объяснить подрядчикам об ответственности за сэкономленные средства. За эти деньги будет особый спрос. Мы все проблемы не так знаем, ежедневно обсуждаем, но в частности мы будем проверять, чтобы понять, какие планы. У нас есть отдельный вопрос к части правонарушений, связанных с беремкой объектов, которые были в прошлом году и в этом году. Аем Амрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Паниковать не стоит, заявляют продавцы топлива. На карагандинских заправках один литр солярки по-прежнему стоит 99 тенге. Отметим, что ряд СМИ заявили о резком повышении цен на дизельное топливо вплоть до 120 тенге. Наша съемочная группа провела специальный рейд. Отказаться от административного регулирования цен на дизельное топливо казахстанскому правительству пришлось после того, как отечественная солярка стала стоить в два раза меньше, чем в России и Кыргызстане. В стране образовался дефицит. Горючее вывозили за границу тоннами, а иностранные водители стали ездить исключительно на казахстанские заправки. Топливо перестало хватать не только автовладельцам, но и фермерам в самый разгар уборочной кампании. В понедельник ряд отечественных СМИ распространили информацию о резком повышении цен на дизельное топливо с 99 до 130 тенге за литр. Однако в Караганде стоимость солярки на прежнем уровне. Как сообщили на заправках, цена действительно увеличивалась до 120 тенге, но это на солярку омского производства. Казахстанское дизельное топливо по-прежнему стоит 99 тенге. Кроме того, для казахстанских сельхозпроизводителей солярку будут продавать по прежним льготным ценам 79 тенге за литр. Андрей Тен, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. Суд приостановил работу ряда цехов на Арселор Миталтимиртау. По версии следствия, предприятие не обеспечило безопасность своих сотрудников. В настоящее время не работают цех обжига известняка, цех горячего проката и мостовые краны Копрового участка. Однако руководство Арселор Миталтимиртау заверяет, что вскоре устранит все недостатки. Судебный иск подал Департамент комитета индустриального развития и промышленной безопасности. Они мотивировали это угрозой для жизни рабочих, поскольку компания не соблюдала нормы эксплуатации цехов и оборудования. После полного устранения нарушений станки вновь начнут работать. На это у компании есть три месяца. Судебные разбирательства продолжаются. Руководство Арселор Миталтимиртау заявляют о готовности устранить все недочеты. Прокуратура следит за соблюдением законодательства нашей компании. Всякий раз, когда госорганы проявляют беспокойство в отношении деятельности компании, мы стремимся решить возникшие вопросы в кратчайшие сроки. По многим выявленным во время проверки нарушений уже ведутся проектные либо строительно-монтажные работы. Были одобрены планы компании по дальнейшим капитальным ремонтам. И эти работы включены в программу мероприятий Арселор Миталтимиртау. Напомним, ранее прокуратура уже штрафовала металлургический комбинат на 40 миллионов тенге. Тогда предприятие почти полгода работало без разрешения на эмиссию в окружающую среду. Выбросы превышали установленные лимиты. Ущерб государству был погашен. Деньги поступили в республиканский бюджет. А.М. Амлина Александр Цирикидзе. Первый. Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Три карагандинца обвиняются в похищении человека. По версии следствия, они удерживали 22-летнего жителя города в одном из гаражей и требовали за него выкуп. Жизнь своей жертвы они оценили всего в 100 тысяч тенге. С заявлением о пропаже родственника 7 августа в полицию обратились родные мужчины. Они рассказали полицейским, что трое неизвестных требуют с них выкуп в 100 тысяч тенге. Похитители угрожали расправиться с мужчиной. В случае, если родственники им не заплатят. В дело вмешались полицейские. В ходе разыскных мероприятий оперативники Михайловского отдела полиции задержали трех молодых людей – жителей области. Они насильно удерживали потерпевшего в одном из гаражей города. Теперь похитителям грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое жителей области, которые удерживали потерпевшего в одном из гаражей города Караганды. На сегодняшний день, по данному факту, материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. По статье 125, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержанного во дворейный изолятор временного содержания, проводится расследование. Шесть с половиной лет с конфискации имущества получил известный в Балхаше Тамада Игорь Антонов. Суд признал его виновным в организации группового мошенничества. Разбирательства длились несколько месяцев. 47-летний мужчина находился на скамье подсудимых с июня. Его обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, у жительницы Балхаша он взял 100 тысяч тенге за адвокатские услуги. При этом ни лицензии, ни юридического образования у него нет. Ни о каких услугах и речи не было. В ходе следствия и судебных разбирательств подсудимый пытался переложить свою вину на свидетелей. Однако суд счел, что Антонов виноват. Предстоящие 6,5 лет он проведет в колонии. Осужденный с таким вердиктом суда не согласен. Он и его адвокат намерены обжаловать приговор. В содеянном Антонов Игорь Арнольдович он до настоящего времени не признался. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Певец из Балхаша Станислав Ким вновь пытается спорить приговор. Напомним, 20-летний юноша сужден к 14 годам за убийство несовершеннолетней Виктории Шивкуновой. По решению суда молодой человек должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Однако на днях его адвокат подал апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд. Станислава Кима отсудили за жестокое убийство 14-летней Виктории Шивкуновой. Суд проходил с участием присяжных заседателей. 1 июля они вынесли вердикт – певец виновен. Из материалов уголовного дела следует, что школьницу нашли с множественными ножевыми ранениями в Центральном парке Балхаша 7 ноября 2014 года. Рядом с телом лежал ее сотовый телефон и окровавленный нож. От ран и потери крови девочка скончалась по пути в больницу. В ее убийстве заподозрили Станислава Кима, который был ненамного ее старше и учился в местном педагогическом колледже по классу фортепиано. Парень был известен в маленьком городке, он часто выступал на городских праздниках и участвовал в благотворительных акциях. Причиной убийства, по версии следствия, стал отказ школьницы встречаться с певцом. Последний номер, на который звонила погибшая, принадлежал Станиславу. Далее о спорте. Тимиртауский гребец Владислав Яковлев перевернулся на своей лодке на Олимпиаде в Рио. Из-за опрокидывания судна казахстанец пришел к финишу последним и не попал в четвертьфинал. Об этом и о достижениях наших спортсменов на Олимпийских играх расскажет Аймамрина. Владислав Яковлев перевернулся на своей лодке во время утешительных заплывов в соревнованиях по академической гребле. Инцидент произошел сразу после старта гонки. Яковлев оказался под водой, но тут же вынурнул обратно. На подготовительных тренировках спортсмен рассказывал о хорошем настрое и надеялся на победу. «Хочу просто максимально выложиться, отработать, чтобы потом, приехав домой, не мог сказать себе, что я мог бы лучше. Просто выложиться, отдать себе полностью, а там как получится. Первые 10 лодок топовых по миру никогда не меняются так между собой. Вид спорта у нас возрастной. Первые 10 лодок всем за 30 лет. Олимпийский чемпион, допустим, в Лондоне, который был, ему тогда было 37 лет, сейчас ему 41. Там как бы уже и опыт и все остальное». Потеряв во время опрокидывания лодки несколько минут, казахстанец не прошел в четвертьфинал соревнований. Отметим, что в женских состязаниях наша землячка Светлана Германович тоже не сумела выйти в четвертьфинал. Напомним, 31-е Олимпийские игры продлятся до 21 августа. В нем примут участие 10,5 тысяч спортсменов. На спортивной арене будет разыграно 306 комплектов медалей в 42 видах спорта. В копилке у Казахстана уже три медали. Две бронзовые и одна серебряная. А.М. Амлина, Лужас Кабасов, Александр Цирикидзе, первый Карагандинский. Молодежный состав карагандинского шахтера в родных стенах обыграл резервистов Кукшитауского Охжитпеса. Автором единственного гола стал Тимир Ланалий Бегимбай. Стартовый отрезок встречи прошел в упорной борьбе с большим преимуществом карагандинцев. Молодые горняки привычно взяли под контроль мяч и умело комбинировали на чужой половине поля. Уже к экватору первого тайма шахтер захватил инициативу и раз за разом создавал опасные моменты возле неприятельской штрафной. Оранжево-черный организовали несколько попыток завязать опасные комбинации, но постоянно подводил технический брак в завершении. В дебюте второй половины хозяева поля ожидаемо выдвинулись вперед и оперативно перешли в наступление. Нацеленность шахтера на достижение результата оказалась неудержимой. Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Автором единственного гола стал Тимир Ланалий Бегимбай. Хозяева продолжали массированный прессинг соперника, несколько раз опасно пробивая по воротам гостей. Но счет в матче остался неизменным – 1-0. Андрей Тен, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова